Глава 21. Мои книги «Тайная психология денег. Секреты богатства и процветания». Окружите себя успешными, доброжелательными и понимающими вас людьми. С кем поведёшься, от того и наберёшься. С умным умеешь, с богатым богатеешь. Народная мудрость. Окружите себя успешными, позитивно настроенными, доброжелательными и понимающими вас людьми, которые вселяют в вас надежду и веру в свои силы, могут поддержать на пути к вашей мечте, приветствуют и радуются вашим успехам. Общайтесь с теми, кто стремится к самосовершенствованию, кто может быть примером для подражания, с теми, от кого вы можете чему-то научиться. Освободитесь от негативного влияния, от людей, которые постоянно жалуются, обвиняют других в своих бедах, говорят о том, как всё плохо, распространяют слухи и сплетни. Такие люди только отнимают у вас драгоценную жизненную энергию и силу. Если пока это полностью сделать невозможно, то хотя бы сократите время общения с такими людьми. Не давайте втягивать себя в унылые и пессимистические разговоры о проблемах, катастрофах, гордороговизме и инфляции. Но если вы уже оказались в подобной ситуации, то есть есть несколько способов освободиться себя от такого влияния. Во-первых, можно на какое-то время выйти, пока такой разговор не закончится. Во-вторых, можно перевести разговор на другую тему. Но если первое и второе не подходят, переключитесь на позитив. Перенесите себя мысленно в другое место и скажите «там, где я, всегда всё прекрасно». Если вы решили стать богатым человеком, найдите тех, кто богаче вас. Общайтесь с теми, кто уже добился успеха. Попросите у них совета, понаблюдайте, как они думают, что читают и так далее. Попросите поделиться с вами секретами. Люди, которые преуспевают, излучают особую энергию. Энергия успеха и богатства. Как вы думаете, на чём основан феномен звёздного успеха известной кинозвезды, актёра или писателя? Почему так много фанатов идут на концерты любимого певца? Почему бы дома не посмотреть концерт? А автографы? Да-да, такие люди обладают особой энергетикой, аурой успеха. И многие хотят просто побыть в этой ауре и впитать хотя бы частичку их энергии. Если вы посещаете места, где бывают богатые люди, вы имеете возможность впитать исходящую от них энергию богатства и преуспевания. Как говорил богатейший человек Анаксис, живите пусть даже на чердаке, но в домик, где живут богатые люди. Спускайтесь с ними в лифте. Даже при таком мимолетном пребывании в градусе богатых к вам переходит часть энергии успеха от этих людей. Общайтесь с преуспевающими людьми в той области, в которой вы хотите добиться успеха. Если вы хотите открыть парикмахерскую, найдите людей, которые уже имеют успешный бизнес в этой области и попросите у них совета. Если вы мечтаете о карьере на радио или телевидении, пойдите и устроитесь туда на любую работу. Ваша задача быть в радиусе своей желанной мечты. Так что вооружитесь в стратегии и действуйте. Многие думают, а что я могу, кому я нужен, где я найду таких людей и вообще, кто же из богатых будет со мной общаться. Все возможно, друзья мои. А если кто-то говорит, что это нереально, скажите себе, что вы можете, что у вас все получится и действуйте. Не надо бояться и цепляться за свои страхи. Поймите, что фортуна и ее величество шанс приходят к тем, кто начинает двигаться в выбранном направлении, то есть действовать, а не к тем, кто только мечтает и ничего не делает. Составьте список из десяти фирм. Вооружитесь позитивным настроем. Меня все любят и помогают мне во всем. Я знаю, что все возможно. И вперед. Пойдите и предложите сотрудничество или свои идеи. Только будьте конкретны и готовы изложить суть того, что вы хотите. Очень четко, а также выясните, чем вы можете быть полезными. Если вам скажут «нет» в одной фирме, это значит, что очень скоро вам скажут «да» в другой. Вы уже приближаетесь к успеху. В моей жизни был такой случай, когда я решила обратиться к очень известному тележурналисту за помощью. Я не знала, где его найти, будет ли он меня вообще слушать. Но, но недолго думая, я разыскала его. Он и выслушал меня, взял мой номер телефона и сказал, что поможет. И помог. Сам позвонил и сообщил результат. Вот так. А если бы я стала рассуждать, что он так известен, и, наверное, людей, которые чего-то хотят и просят так много, то я, скорее всего, не стала бы предпринимать ничего. Но я думала о результате, и у меня была четкая цель и стратегия. Худшее, что может случиться, он бы сказал, что не может помочь. И все. Кстати, это был Александр Невзоров много лет назад. Много лет назад это был Александр Грибович Невзоров, которого я разыскала. Ну, я написала, что помог. Да, и правда, помог он позвонил. Но, к сожалению, я просила его найти одного человека. Он, к сожалению, его не нашел. Но сам позвонил. Так что вот вот такие вот дела. То, что у вас следующая страница, 185-я моей книги. Ведущая одного из самых популярных ток-шоу в Америке и во всем мире, Обра Уинфи, богатейшая женщина, миллиардерша, которая всего добилась сама, сказала, «Я не верю в удачу. Я считаю удачей подготовку к встрече с удобным случаем». Обра прекрасно помнит свои первые интервью, когда она только начала работать репортером на одной из местных радиостанций. Тогда ей было поручено сделать репортаж о собрании очередного городского совета. Проблема заключалась в том, что у нее не было ни одной мысли по поводу того, как сделать это. Она могла бы попытаться поверхность в общих чертах осветить все происходящее в зале заседаний. Но если бы она упустила что-то важное, то ее будущая карьера репортера могла пойти на смарку. Тогда Обра решила попросить помощи у других. Я вошла в зал заседаний городского совета и открыто заявила, «Это мой первый рабочий день, и я еще пока ничего не знаю. Пожалуйста, помогите мне». «И мне помогли. Я уверена, каждому из нас необходимо, чтобы кто-то помог ему продвинуться вперед, выйти из сложившегося положения». Это из книги «55 лидеров бизнес-империи». Поэтому, когда вы предлагаете свои идеи или хотите узнать что-либо, будьте уверены, что вас выслушают, и найдется такой человек, который скажет вам «да» и поможет. «Многие успешные люди готовы поделиться своими секретами успеха и помочь тем, кто только стремится к своей мечте». Ну что, еще одну главу. В общем, следите за моими следующими выпусками. Творческая студия позитивного мышления Татьяна Салмановна, Мактум, Сайфудин. Творческая студия Татьяна Салмановна, Мактум, Сайфудин. Творческая студия Татьяна Салмановна, Мактум. Творческая студия Татьяна Салмановна, Мактум. Творческая студия Татьяна Салмановна. Продолжение следует...